Всем привет! С вами канал Maximobile. Сравнение смартфонов Lenovo Vibe S1 Lite против Apple iPhone 5s. Поговорим о стоимости этих устройств. Lenovo S1 Lite стоит 6000 гривен. Это новое устройство с магазина с гарантией и с полным пакетом поставки. iPhone 5s мы можем взять примерно за 6500 гривен. Это бэушное устройство в хорошем состоянии, но это бэушное устройство без никаких гарантий и не всегда с полным комплектом поставки. Новый телефон я видел. Некоторые магазины предлагают идеальнейшее устройство с гарантией за 7500 гривен примерно. Но новое мы можем взять в полтора раза дороже, чем Lenovo. Это где-то 9000 гривен. В полтора раза разница между ними, если говорить о новых устройствах. Что ж, тут преимущество Lenovo. По цене немножко привлекательнее будет Lenovo S1 Lite. Идем дальше. Поговорим о внешнем виде. Lenovo сделан из пластика и металла. Задняя крышка сделана из soft-touch пластика. Контовка металлическая, покрыта защитным специальным слоем. Спереди у нас стекло закаленное. Три сенсорные кнопки для управления. Пятидюймовый дисплей. Над дисплеем у нас разговорный динамик. LED-спышка передняя. Фронтальная камера и LED-индификаторы. На правой грани устройства находится кнопка включения, а также кнопки регулировки громкости. На левой слот для микросим-карточки и карточки памяти. Сзади у нас камера LED-спышка. Снизу динамики, микрофон, а также USB-порт для подключения к компьютеру и зарядке. Сверху 3,5 джек для наушников. Теперь поговорим о iPhone 5s. Это также металлическое устройство, правда тут не используется пластик. Тут только стекло. Стеклянные вставки сверху и снизу. Сам корпус цельный, металлический. И спереди у нас закаленное стекло. Также спереди находится 4-дюймовый дисплей. Видим, что на дюйм меньше, чем у Lenovo. Под дисплеем у нас одна кнопка для управления, Home Button. Сверху разговорный динамик, а также фронтальная камера. Где-то тут спрятались датчики освещения и приближения. На левой грани устройства находятся кнопки регулировки громкости, а также ползунок для перехода в беззвучный режим. На правой грани только слот для наносим-карточки. Сверху кнопка включения-выключения устройства. Снизу lighting connector, микрофон, динамик и 3.5 jack для наушников. Что ж, по габаритам теперь сравним устройства. Как они соотносятся друг с другом. Видим, что выше Lenovo S1 Lite. Ну, конечно, у него больше дисплей. Вот высоту 123 мм iPhone против 143 мм у Lenovo. По ширине Lenovo 71 мм против 58 мм у iPhone 5s. Вот такая разница. И толщина 8,7 мм у Lenovo против 7,6 мм у iPhone. Чуть тоньше будет iPhone, но эта разница не очень-то и заметна. Что ж, вот так. Так, задние панельки. Сравним, как выглядят устройства. Спереди. Вот. Левая грань. Правая грань. Сверху. Ну и снизу. Посмотрим, как они выглядят в сравнении друг с другом. Идем дальше. Кстати, не сказал вес. 130 граммов весит Lenovo Vibe S1 и 112 граммов весит iPhone 5s. Ну, разница ощутима, конечно, но и по габаритам намного больше Vibe S1. Разблокируем устройство. iOS-версия пока не последней. Пришло обновление последней 9.3, но пока еще не устанавливал. Тут установлено 9.2.1, если я не ошибаюсь. Так, по-моему, называется. Да, 9.2.1. Здесь установлен Android 5.1. Тоже не последний актуален. Ну, давайте перейдем к сравнению. Откроем браузеры. Сравним их по скорости загрузки каких-то определенных интернет-страничек. Откроем apple.com. Сделаем это одновременно. Посмотрим, кто быстрее. Чуть быстрее iPhone 5s. По скроллингу отлично на обеих устройствах. По зумингу чуть лучше на iPhone. Чуть плавнее и быстрее. Скажем так, реже осуществляется он. Чуть лучше на iPhone. Давайте еще сравним по этой вот ссылке. Перейдем. iPhone 5s. Одновременно нажал. iPhone 5s загрузил быстрее. Сделаем возврат назад. Таким вот образом. iPhone 5s также вернул назад. Теперь перейдем на сайт lenovo.com. Не знаю, найдет ли такой сайт. Тут уже сразу нашлось. Да, и тут нашлось. Давайте по этому ноутбуку нажмем. А, shop now. Одновременно. Посмотрим, кто будет быстрее на сайте lenovo. iPhone 5s полностью загрузил страничку быстрее, чем lenovo. Вот только сейчас подгрузили. Но, в общем, на сайте lenovo также выигрывает iPhone 5s. По скорости загрузки, пожалуй, по качеству немного выигрывает iPhone 5s. Вот. Теперь идем дальше. Запускаем следующий тест. Geekbench 3. И поговорим о производительности этих устройств. Начнем с lenovo. Процессор здесь используется Mediatek MT6753. Работающий на частоте 1,3 ГГц. 64-ядерный. Кроме того, он еще и 8-ядерный. Оперативной памяти 2 ГБ. Встроенный 16 ГБ. Вот. Экран здесь 5-дюймовый IPS. 1920 на 1080 пикселей. То есть Full HD. iPhone 5s. Это 4-дюймовый дисплей IPS. Retina 640 на 1136 точек. Процессор Apple A7. Двухъядерный. Работающий на частоте 1,3 ГГц. Оперативки в нем 1 ГБ. Встроенный 16. Ну и, в общем, дальше о камере. И аккумуляторы. То есть, автономность этих устройств. Поговорим чуть позже. iPhone закончил тест. 1400 баллов в 1-ядерном тесте. 2533 баллов в мультиядерном тесте. Ждем, пока закончит Lenovo. Думаю, пропускать тест не буду. Не так уж долго осталось. Ну, давайте поговорим о производительности. Точнее, о автономности, извиняюсь. Вот. Здесь используется батарейка на 2800 мАч. У iPhone 1440 мАч. Но тут из-за хорошей оптимизации, в принципе, телефончик работает один день спокойно. То есть, если играть на нем, то до вечера он проработает. Если использовать зарядку экономно, то есть, в таком обычном использовании, там, звонки, немного интернета, то полтора дня он продерживается. iPhone 5S. Здесь с автономностью дела встают чуть лучше. Телефон, если на нем играться, продержится дольше. В обычном использовании он продержится 2 дня. То есть, в таком же использовании, как я, ну, если одинаково использовать эти устройства, все-таки S1 Lite будет держаться дольше. Закончился тест. Видим, что по одноядерному проигрывает Lenovo 633 против 1403. Но по мультиядерному выигрывает почти на 400 баллов. 2917 против 2533. Тут восьмиядерный процессор. Но, наверное, из-за такого мощного процессора в синтетике и выигрывает Lenovo. Идем дальше. Запустим какую-то тяжелую игрушку класса Dead Trigger 2. Откроем это одновременно. Сделаем. iPhone 5S. Игру запустил. Только тут теперь переходит еще в Game Center. Lenovo тоже запустил. Ну, давайте запустим. Отменить. И тут запустим. Игры наши. Так, как-то так. И теперь чуть-чуть углезем камеру. Чтоб было лучше видно. Вот. Игры запустились. Смотрите на уровень графики на iPhone 5S. Какая здесь присутствует лужа. И на Lenovo. Тут такой лужи нет. По оптимизации и плавности. Ну, тут хорошо. По плавности. На iPhone тоже хорошо. Чуть даже плавнее, чем на Lenovo. Ну, по графике, очевидно, преимущество у iPhone 5S. Вот. Смотрите. Опять лужа. И здесь у нас растет трава. Очень хорошая прорисовка окружающего мира. Очень хорошая плавность. И теперь смотрите на уровень графики. Сейчас на тех же местах посмотрим, что и на Lenovo. Здесь лужи нет. Игра работает примерно так же, как на iPhone 4S. Здесь, вот на этом месте, тоже лужи нет. И никакой травы здесь не растет. По плавности хорошо. Но по графике, конечно же, намного хуже, чем на iPhone 5S. Поэтому игровой тест выигрывает тоже 5S. Так что разница в цене между этими устройствами. Вот видим, что сказывается во многих тестах. И в тестах интернета, и в тестах производительности в тяжелых играх. Такая ситуация будет примерно во всех играх. Но нужно отдать должное и Lenovo S1 Lite. Что в принципе, за не такие уж и большие деньги, телефон хорошо тянет все игры, которые... Ну, большинство игр, которые на нем запускал тот же GTS Andres, работал очень хорошо на этом устройстве. Идем дальше. Теперь тест камеры. Посмотрим, как устройство фотографирует на их основные 13 Мп у Lenovo. И на основную камеру iPhone 5S, которая здесь 8 Мп. И сравним эти снимки. Продолжение следует... Продолжение следует... На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Maxim Mobile. Комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока.